здравствуйте сегодня увидите в шапках ходят люди все они хорошо шапочку я делал и можешь копать может не копать время дня поедут возьму пластинки эти которые я нашел на металлоломет и 10 штук 3 как раз на копчик приварю и надо рессоры эти приварить пока вроде сегодня отбой и поэтому погрузчику в которой мне надо было камни грузить ну короче такая вот тема пока что отбой как раз время сегодня починиться пытаться машина непрогретая клапана херачит усиление куда-то идет кто в чолан видите шапки футболки кто в куртки кто на что град все зеленое давно вчера комары конечно под достали немножко вечер похолодало солнце ушло комаров мошкары много было мошка раз кусается вообще пиздец мошкара короче она кожу съедает тебя вот сверху чего-то на откусывает кусок кожи мошкара такая вот тема с этой мошкарой она вообще бы особенно когда она в глаза лезет да просто конечно офигеть это мелко это мошкара и вот она кожу выгрызает как бы у тебя то есть наружный слой средств съедает а к концу недели обещают 21 23 25 это вообще будет труба полная в такую погоду комары просто звереют вылетут вылетят в тракторе жарко будет да вчера конечно я спустился в эту с горы с этой на камеру посмотрел на камеру ничего не видно хрень какая-то типа углон небольшой по факту там вообще жопа а сейчас посмотрим на эти светофорах блин тут никогда на зеленый не уезжаю пару секунд делаю паузу это некоторые джики-то летают делать две-три секундочки смотреть по сторонам потому что тут любители на красный дорогу дорогу сделали подошел я посмотрел асфальт он дырявый весь он просто как губка блять хули толпу с этого дорожного покрытия если вода в нем будет стоять ну посмотрите это просто бесец нахуй всему они блять асфальт сусил полным дырявые уже короче как всегда все вражины через очко нахуй тут военкомат для него охраняет мусора ночью дежурят уазиком стоит на приколе у них камешки под колесами и охраняют они там пеший патруль стоит охраняет ночь уже спалили на хуй инкомат или это 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 училище военное раньше войска часть была давно-давно потом она естественно развалилась 90 по-моему это автоколона там бтр и были какие-то ну косяка такая какие-то ну вот и пехотная это часть что ли моих нету хотя время 2 часа дня а дорога конечно в гаражах уставши ну тут трактором ничего не сделать тут камень на камне вот смотрите тут не грейдер ничего не сделать тут надо просто добавлять и ровнять из этого материала что есть нереально сделать просто нереально даже метра не проедешь удары камень 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 так вообще чисто насыпать надо и все кому нужен вот узбекский бокс вот продает будете моими соседями вот два бокса вот эти там три подъемника два двухстоечных один четырехстоечный стоит и сечу я не знаю по моему пять мультов хочет за них за него вот такой вот типа ну в стиле узбеков вот вот если вот на тот посмотрите да так обшита смотрите как у меня посмотрите как у соседа а это вот чисто этот узбекский вариант чисто узбекский вариант все хочу до болды болды рахмат рахмат вот время приехал на металлолом как раз взял повезло мне вот есть двадцать двадцать пять на двадцать пять двадцать пять две штуки вот эти уже больше я сказал он говорит бери я говорю я вот эти привезу назад ну ржавый зачем мне надо а вот эти мне как раз удлиниться это хорошо что я сейчас приехал потому что у них пришла машина на загрузку металла и арматуру вчера взял видите нарезанных в размер 44 килограмма палубку делать видите уже все она готова нашинкованная блин как чувствовал думаю сейчас заеду потом думаю не поеду в пять в конце дня хорошо сейчас заехал сейчас все увезли бы на все да повезло что я не в пять поехал как всегда в конце дня а вот сейчас вот и вот эти квадраты вот у меня 25 на 25 надо было размер а то как бы в основном 26 на 28 квадратная труба ну такая вот а тут как раз вот две железки нашел 25 на 25 отрежу эти лишние которые менее нужно отвезу назад ну зачем они ржавые смысл человек мне сказал да забирай денег не надо там понятно что они килограмма два может три весят ну сто рублей сейчас короче металлоломе спрашивал вчера по 13 рублей 13 рублей килограмм представляете просто пиздец хотя вот эту арматуру они ну тогда я спрашивал ну человек привез в полный багажник арматуры там такие куски были по метру полметра метр они говорят мы не будем брать арматуру начинает считать как жесть прикиньте вот арматуру как жесть считать начинает вот такая вот хрень короче вот ни хуясь манипулятор новый появился смотрите как бы его не было да офигеть какой-то притащили 15 регион что ли написано праворуке со стрелкой 4 оси сзади эти аппарели какой-то мини трактор иначе мактором она возить может не были люди покупают не знаю какая там вообще ну себестоимость я вообще не понимаю ваня вот этот мир спецтехники наш местный да вот он сейчас поднял до двух тысяч сейчас у него этот что у него там Исузу до двух тысяч поднял так ёлки-палки я крайний раз когда у меня была Вольво сколько лет это прошло три года назад или четыре четыре года назад у меня была Вольво это FL-ка дольная с человеком или даже больше в районе пяти нет четыре тогда я работал по 1800 я меньше никуда не ездил и то это уже невыгодно было невыгодно было просто невыгодно если стоять на месте как крановая установка то ну монтировать то как бы да а грузиться куда-то ехать что-то везти вообще это более ну это вообще невыгодно не выгодно когда у тебя вообще бабла нету все выгодно и крошку подобрал это уже выгодно а вот так вот это чушь полная первое июня он поднял до двух было 1800 так я 1800 четыре года назад за четыре года цена поднялась на 200 300 рублей всего четыре года а солярка подорожала на 20 рублей на 20 рублей соляра подорожала запчасти блять в пять раз подорожали а стоимость услуг на 300 рублей вообще это чушь полнейшая просто чушь полная как считаете Терекс стоил новый два с половиной миллиона 10 лет назад 15 да я смотрел на них и не думал купить но думаю блин классная техника надо мне как стоит но не задумался всерьез его купить а работа была на Терексе 1300 рублей представляете 1300 рублей час с при стоимости машины два с половиной мульта новый он отбивался моментально можно сказать этот Терекс просто моментально отбивался при 1300 час а сейчас средняя цена в мурманске 2 500 2 800 ну 2 500 сколько я спрашивал 2 500 и трактор стоит 15 мультов ну это вообще надо быть дебилоидом блять работать по такой цене так так что у меня тут все целое нет колеса не спустили что с кашом десна целая не погнула десна вот это если ее погнешь лучше пускай клык отрывает клык как защита безопасность правильно эти у меня живые сколько я лет назад их варил тоже на металломет что-то нашел о посмотрите рессора лопнула рядом по сварке еще одна лопнула это держится здесь пока везде все держится смотрите какие жесткие удары на рессор посмотрите попробуйте рессору так повредите охрене эти хрен вы ее так повредите зачем я эти добавил если бы вот эти вот стояли бы родные их уже спилило посмотрите сейчас вот эти меня защищают их и менять проще эти ты замучаешься менять подрезать тут дохуя здесь чего вот доступ машинки удобный ты можешь подрезать и новые листы приварить поэтому я сделал вот такие рессоры именно вот так их легко менять эти ты замучаешься здесь не подлезть ну короче гимор гимор гиморроник кто-то звонит сейчас еду короче на металлолом заехал смотрю там сдали профиля такие гнутые ну как бы блин это вот знаете на машинах легковых ну на крыше снизу подклеено такое ребро жесткости как бы отштампованное вот вот такой профиль валялся сейчас я я говорю подари мне он раз попробовал он весит там где-то ну может килограмм два ткани забирай короче этот профиль зачем мне нужен на крышу экскаватора приклеивать изнутри ну ребро жесткости чтобы лист металла не играл прям офигенный вот он прям для этого и создан но он не ржавый вообще вот чистые просто идеальное состояние и размер то что мне надо он длинноват конечно чуть-чуть отрежу вот он видите вот я его попробую сделаю он же отштампованный с края загнутый вообще супер супер не было кстати я его два часа назад я заезжал вот сейчас пять три часа назад я заезжал его не было вот отвез лишние эти квадраты которые мне не нужны были демонстративно показал что я их вложу в кучу вот отрезал то что мне надо который 25 на 25 я отрезал лишние мне не нужные я отвез назад сейчас еду идет ну как ну лет 30 может идет девки смотрю издалека берет пакет пакет берет из пакета что-то на дорогу выбрасывает то есть идет по тротуару рядом зеленая полоса она собирала говно за своим питомцем наверное или что и кинула на дорогу это все то есть ну вот чтобы машины типа это говно блять почему как в России может что-то быть скотье блять натуральное скотье зачем кидать на дорогу собачьи фекалии если рядом есть зеленая полоса кинь в лес блять там ну оно там уйдет в землю с дождями со снегом все зачем кидать на дорогу и главное кинула и пакет понесла дальше с собой это ну это надо додуматься вот до такого взять собачьи фекалии кинуть на дорогу ну не прям перед машиной то есть она то есть до нее было метров наверное 200 или 300 она кинула блять на дорогу и видно что не первый раз потом еще куча еще валялись они зачем кидать на дорогу собачьи фекалии для для чего я не пойму вот это вот ну в голове вот блять как человека сука может родиться такая идея блять взять блять фекалии из пакета кинуть на дорогу как нахуя не на асфальте нужны если есть рядом лес ну вот газон с деревьями тень туда и все блять скот на скоте ну вот просто скотье никогда в раше ничего не изменится нахуя никогда эту суку страну не поменять как было блять вот это рабы скоты блять оно вот так и есть блять это пиздец блять нахуя как-то стоит я не пойму что стоит нахуя телефон на нем нету я позвонил что он стоит узнать ну так и ради интереса что стоит вот здесь вот участки тоже это арктический проект этот арктический участок вот рейндж ровер кто-то поставил опа узбеки запряглись в тачку пошли сосед выезжает из гаража о алиэкспресс да да ну чё я варюсь ну мы сейчас уходим это довольно послезавтра ну я понял тебя просто сейчас это да так а зачем ты мне нужен я не понял сможешь справиться ну ты сейчас только закидать там хули ну пойдем я покажу заодно тебе более подробно ну давай пошли они поворотники включили что едут нет да на аварийке едут да а что без света едут на тачке ни света нету ни аварийки не включено ничего ну поедем посмотрим ну поедем посмотрим вот эти они не варят вот они с белым прилипает и все вот это и сабовские уони а вот это уони которые на помойке взял тогда кастрюлю целую вот эти уони красные вот видите они варят почему эти и сабовские не варят коронка тут получается такая то есть шлак вот так вот и электрод не горит я фиг его знает для особо ответственной конструкции повышенную по пластичной ударной вязкости особенность работ в слоях пониженных температур сварка всех по кроме вертикального сверху вниз с постоянным током обратной полярности написано что надо варить но я обратной полярностью варю у меня сейчас плюс плюс на массу а минусом я варю или наоборот ну я уже забыл их ничего вообще понять не могу но от них шлак такой другой никак от этих ну что вониками проварился вот так вот стоком тоже играться много сток делаешь тоже не есть хорошо как бы как бы как бы вот так вот здесь вот не знаю вот этими черными прошло коричневым ОЗС 12 вот эти ОЗС 12 вот эти серые не знаю они без опознавательных знаков что это за электроды вроде бы это вот эти ЛЗ да вроде это ЛЗ вот эти пачки лежали это отсюда значит ЛЗ а вот вот эти вот хотя тоже вот ЛЗ не знаю короче вот эти так варят эти по-другому варят это я вообще не знаю это MR1 это электроды короче вот это ОНИ с кастрюлей с помойки которые варят лучше чем Исабовские ну либо я не понял как Исабовские мне надо пользоваться либо они Исабовские говорю сырые или что-то короче у них получается что обмазка ну она там то есть обмазка вот так вот а электрод там внутри то есть он горит как-то непонятно внутри этой обмазки черт его знает может так должно быть все сейчас задача убрать люфт здесь как часто вы регулируете эти вот люфты мне интересно знать я сейчас маслом их смазал потому что просто невозможно скрипело песка пыли нету сейчас я говорю не налипло ничего вот видите все четко короче я намазал маслом потому что они скрипят просто жестко просто жесточайшие скрипят деревьями чем я немножко поцарапала краску и вроде так все целое как бы как бы все целое ну сейчас надо здесь люфт убирать на этом месте стрела травит цилиндр я не менял манжеты здесь не разбирал его ни разу то есть надо будет им заняться мазута надо кому заняться этим цилиндром ну буду снимать восстанавливать посадочные и и как бы наверное разберу поменяем манжеты может дело в манжетах вот такая вот ситуация так а насчет вот этих коричневых вот они вот так варят смотрите где-то я подшлаковал то от них вот такой шов и шлака шлак шлак такой есть просто остаток был электрода я его дожег чтобы не кидать упаковку насколько хватит опять их ресор хер его знает вообще он хотел чтобы я сегодня ехал там опять копал я говорю нет сегодня меня занят вот не знаю надо ехать он говорит давай на завтра или на послезавтра я думаю ехать не ехать ну а чё вот я покопал бляда это хорошо я сам варю а если бы я не сам варил я отдавал бы людям 2 рубля бы за это взяли минимум 2 рубля плюс электроды ну какой блядь какой смысл я не знаю я не знаю даже вот ну блин как как по трешке работать ну да 23000 у меня получилось да пускай 23 косаря 3 косаря ушло на топливо ну двадцатка мне осталось сейчас я поеду ковши отварить мне надо куда-то гнать трактор чтобы да чтобы мне это заварили отдать там минимум 2 рубля ну а так рублей 5 за это попросят ну и того 15 остается так блядь ася я еще заплатил бы деньги оператору мне то что осталось бы 7000 рублей в день ну вот 7000 рублей заработок нахуй владельца экскаватора погрузчика ну это смешно нахуй это ну мне так кажется это просто смешно блядь 7000 рублей блядь получает владелец блядь техники это вообще блядь херня полнейшая какая-то непонятная блядь как такое вообще блядь супа может быть кстати заметили у меня здесь нету противоповоротки что ли или я что-то забыл блин сегодня вот кусок кусок тумбочки тумбочка помоечки у меня здесь вообще не заблокировал ну поняли так как палец забивался я даже блокировки нету здесь прикиньте я тогда я не сделал здесь блокировку я не поставил дiz блоки равале ل чує резьбы конечно нарезала вообще нету там нихуя тела блин ну вкручивается но смешно как вкручивается смотрите к ситуацию еще и задевает он там видите телескоп видали какая херня телескоп там задевает блять или получать он задевает даже когда задвинутый задвинутый получается он там задевает как так бли как так он задвинуть там задевает получается вы когда взяли груз в ковш его телескоп отгибает вверх а когда на вытянутом телескопе пол так а так там она не достает она в момент сложенного там ты может доставать то есть получается что когда даже копаешь на сложенном телескопе происходит перекос поняли да вот эту пластину вдавливает блять верхнюю а эту нижнюю отжимаете телескоп касается там блять ну для себе ты чё не мог сделать здесь блять пласт и скользуны здесь там чтобы скользила ну что это за чушь блять какая-то нахуй просто блювотина какая-то я еще вахуй сейчас подтянуть телескоп и хочу развернуться раз уж пошла такая пьянка вот пластины я взял тогда на металлоломе хочу их на переднюю челюсть попробовать приварить единственное у меня что здесь резака нету чтобы их погреть согнуть может у меня это и не получится вернее у меня тут резак то есть вот он лежит за 5000 рублей так купил два баллона и резак с этими со шлангами кстати у нас баллоны дорогие были кислотные кислородные я недавно купил ну как недавно блять купил за 2 500 баллон с мертвым вентилем да и без поверки короче в итоге 4 500 мне обошелся то есть двушка за ремонт и 2 500 он четыре с половиной блять ключи вот сейчас смотрю по авито есть 2 800 заправленный баллон то есть естественно с целым вентилем может даже поверенной даже если не поверенная но вентиль целый сейчас пожалуйста есть продажа ведь когда надо нету надо еще один баллон купить пускай будет меня два кислородных есть один хотел сюда один в том гараже зачем чтобы не возить с собой ничего баллона оставил и все кож планировочный не знает какого трактора купил туда по объявлениям давно лет семь назад или шесть за 12 тысяч его купил но он пиздец ядреный не знаю для чего надо будет как-то эти что пальцы не крутились тут сороковые по моему пальцы еще это за такое было техника витя они удалили эту всю хуйню и шильду оторвали но он главное вроде как ровно не конусом почему-то на gcb он вообще зачет только что вот эти посадочные теперь и делать надо потому что межцентровая не так вот так вот не знаю у нас вообще планировочным никто здесь не пользуется то никто не вызывает экскаватор погрузчик на планировку и хрен знает ну ни разу не звонили приедет с ковшом планировочными сделай планировку знаю почему у вас есть такое у нас нет такого вот почему-то нету я нихрена понять не могу как так происходит почему так происходит свежая зубила найденная на металловом разворачиваюсь и и и и буду что передом думать недавно звонили перед гидро вращателю надо было покрутить сваи он вообще мне они ни разу не работал я знаю мощнее он вообще здоровенный сука посмотрим может еще что-то все впереди буры то у меня есть он они стоят гляните большой поменьше там еще один но пока наверное не его время или не мое время чтобы с этим делом работать как-то вот так и пока что ладно будем пробовать перед ком заниматься вот приварил до последнего конечно я думал надо это не надо она хорошо длинная можно так раз видите и подгибаешь заебись тогда на металлоломе набрал их не хотел я портить просто эту часть понимаете не хотел варить но уже чувствую надо иначе и сточит такие задеры смотрите какие кромку тоже все уже закруглила вот ее толщина видите уже кранец спилила ладно эту допустим я могу перевернуть здесь отрежу переверну конечно вот эту съела вообще жесть тугой бананом ну сколько от этой кромки три года да вот ее так выжрал я сейчас замерил вот отсюда до туда двести тридцать четыре меня одна еще кромка оставалась потому что я покупал три кромки одну я применил одну сюда применил и одна у меня осталась но я от нее отрезал кусочек маленький может быть маленький может быть сюда вот подойдет она да съела и еще круто на но кромку менять на тогда челюсть управлять понимаете она чуть-чуть прогнута чуть-чуть может тогда надо рихтовать все не знаю как буду это делать не буду но пластины эти полюбасу надо без пластин этих херня полная сейчас надо как-то поджать если у меня здесь репер подожму сейчас и приварю я это давно хотел сделать но боялся короче вот так поджимаешь вот ставлю и хорошо пластины длинные блин как зачетный тогда их набрал они разные ширины были нарезаны резаком конечно но хорошие такие ядреные поджимаюсь подвариваюсь потом ослабляюсь потом отрежу как уже около восьми блять уже восемь ну ладно два реза сделаю я думаю не убьют меня не четвертуют на длинные они надо их сейчас еще обрезать да длинноватый сделал да пальцем она лезет еще нужно обрезать обрезание нужно делать что-то блять пилить надо что-то блять пилить надо уже нельзя пилить поздно пилить надо вот так вот вообще слушай блять это долго пилить 20 минут пиздец будет и хуй забить на завтра уже завтра допилить не сегодня же им не работать ничего а завтра в принципе вот здесь вот пятую кину пластину для этого мне надо привести еще одну полосу длинную потому что короткие это я уже не смогу согнуть у меня нету сил их согнуть а так длина прям четко смотреть но тут пятую пиздошить бы но я ее не смогу согнуть возьму пять длинные и сделаю сейчас уже нет смысла пускай так закрывать так и закрывается хер с ним я думаю похер сейчас мне без разницы черта есть я надеюсь она останется завтра спокойно пилю чтобы никто не напрягал по времени и все в принципе и все вот это железочка какая вообще вещь сказка посмотрите загнутая какая на крышу прям прям супер супер пупер